Пожалуй, самая обсуждаемая новость, составившаяся в Республике Третий Всероссийский съезд сельских учителей, визит министра образования и науки страны Ольги Васильевой. Сотни учителей с разных регионов обсудили проблемы отрасли, поделились своим опытом и сформировали основные тезисы дальнейшего развития. Итоги съезда и впечатления участников в нашем специальном репортаже. Говорили о разном. Какой должна быть современная школа на селе, ее культурная жизнь, каким должен быть учитель и в чем его миссия. Изменятся ли условия жизни на селе и уровень зарплаты? На эти и другие вопросы попытались ответить участники пяти дискуссионных площадок. Понятно, что российское село живет по-разному, но есть общие тенденции, общие проблемы. Одна из основных – профориентация учеников. Важно, чтобы уже в стенах школы ребята определялись с выбором. У нас газовый поселок. И мы привлекаем детей в первую очередь в газовую структуру. То есть предлагаем детям профориентационную работу, провожаем детей именно в газовую промышленность. И, конечно же, мы говорим о преподавательской должности в целом, потому что мы далеко находимся, это северный регион, и нам нужны хорошие специалисты в школу тоже. Коллегу поддержала учительница из республики Саха, Якутия. И продолжила тему. Трудовые навыки – хорошо, но надо думать и о привлечении на село профессиональных кадров и создании хорошей материально-технической базы. Людмила Александрова работает в агрошколе. Оказывается, есть и такие. Во многих школах по-прежнему отсутствуют методические пособия, некоторые учебники. А для агрошкол, особенно северных, очень нужны теплицы, оранжерея, небольшие животноводческие комплексы. В работе съезда участвовал и Сергей Рязанский, председатель организации «Российское движение школьников». В стране очень много детских организаций, которые в данный момент достаточно успешно действуют. Поэтому нам, с одной стороны, легко, потому что уже есть некая база, с другой стороны, нам сложно, потому что мы должны выстроить систему, где эти организации смогут взаимодействовать вместе, обмениваться методиками, проходить вместе курсы повышения квалификации или переобучения, найти общий язык. На съезде министр образования и науки России говорила, что необходимо определиться с базовой школьной программой для начальных классов. Там не должно быть 400 учебников, как сейчас. Кроме того, школы должны соответствовать всем современным стандартам, невзирая на то, где она находится – в городе или на селе. Федеральный министр образования и науки вместе с Михаилом Игнатьевым посетила Янышскую школу, что в Чебоксарском районе. Без преувеличения можно сказать, что это учебное заведение идет в ногу со временем. Здесь используются компьютерные технологии, в школе есть Wi-Fi. Читать классику теперь можно не только в бумажном переплете, но и в электронной библиотеке. Расписание занятий выведено на сенсорное табло. Для отдельных интеллектуалов – большая шахматная доска прямо на полу. На встрече с коллективом школы обсудили и ряд вопросов. Приезжаем в эту школу издание деревень, автобусы школьные работают у нас. По правилам, что детей можно возить, а у учителя тоже. Мы на рейсе на автобусе, иногда бывает, что мы просто не успеваем на работу. Нет возможности так, чтобы учителя тоже могли вместе с ребятами приезжать в школу. Я готов оказать вам сельскость. Учителя остаются с детьми в школе допоздна. Здесь много возможностей для дополнительного образования. Но на зарплате это никак не отражается. По возвращению в Москву Ольга Васильева пообещала рассмотреть этот вопрос. На встрече с главой республики федеральный министр отметила, что положительный опыт Чувашии необходимо взять на вооружение другим регионам. Здесь удивительное сочетание традиций и новаторства. Та школа, в которой я сегодня была, она меня поразила, очень поразила и многому научила. Оказывается, можно при небольших затратах, но при очень больших человеческих усилиях сделать вообще маленькое чудо. Те самые традиции, которые свято соблюдаются, они используются в процессе как учебном, так и в дополнительном образовании. И меня поразило то горение учителей, горение самих детей. Все, что там сделано, там все сделано с такой любовью, от такого малыша до взрослого школьника. Михаил Игнатьев отметил, что власти республики и дальше будут уделять пристальное внимание образованию. Конструктивное взаимодействие с федеральным центром уже налажено. И это отметили все участники съезда. Татьяна Филатова, Анастасия Алангина, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Андрей Шоклев, Республика.